Друзья, здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на канале Дома Гоголя. Сегодня среда, а это время наших постоянных кинолекториев. Ну и пока временно наши кинолектории переместились в онлайн. Сегодня мы с вами посмотрим фильм 1946 года «Дуэль под солнцем». Фильм «Детище» Дэвида Селзника. В 1946 году он уже на пике своего могущества. Позади и «Кинг-Конг», и «Унесенные ветром». Вот этот фильм, «Дуэль под солнцем» должен стать вершиной его карьеры. И превзойти «Унесенных ветром». Колоссальный совершенно бюджет. 8 миллионов долларов. Умопомрачительный актерский состав. Здесь и Грегори Пэк, и Джозеф Коттон, и Лайонел Берримор, и легендарная Лиллиан Гиш, и Орсон Уэллс, который читает текст за автора. Композитором, естественно, становится Дмитрий Темкин. Один из главных композиторов жанра вестерн. Практически все крупные вестерны – это композитор Темкин, выходец из Российской империи. Его часто спрашивали, как же так он, русский, смог так блистательно передать дыхание американских прерий. На что Темкин отвечал, ну, степь, она и есть степь. Так что для вестерна здесь действительно все лучшее, что только можно найти. И Коттон с Пэком, и Дженнифер Джонс, жена Дэвида Селзника в главной женской роли. Режиссером становится Кинг Видор, и, естественно, у Селзника тут же начинаются с ним неприятности. Вообще, Дэвид Селзник любит полностью руководить съемочным процессом. От подбора кастинга актеров до финального монтажа. Благодаря именно этому, прежде всего, смог состояться такой глобальный, сложный проект, как «Унесенный ветром». Да, все завязано на одном человеке, и вот титаническая совершенно нагрузка. Но именно благодаря этому, вот этот масштабный проект смог воплотиться. Но, конечно, здесь есть целый ряд огромных проблем. Прежде всего, да, это сложности с режиссерами. Чехарда режиссеров на «Унесенных ветром», огромные трудности в работе с Альфредом Хичхоком на фильме «Ребекка». Хичхок просто не понимал, почему продюсер... Да, Хичхок только оказывается в Голливуде, это его первый голливудский фильм, и он не понимает, почему продюсер вмешивается в производство, на всех этапах производства. Почему он указывает режиссеру, как нужно снимать оператору, как нужно ставить кадр, актерам, как нужно играть. В результате даже финальный монтаж «Ребекки» делал не режиссер, а продюсер. И здесь та же проблема. Кинг Видор вспоминал, что, конечно, это был полностью проект Селзника. Он постоянно присутствовал на съемочной площадке, постоянно указывал, как и что нужно делать, восторгался своей женой и ее игрой. Якобы он постоянно находился рядом с камерой, указывал оператору, как нужно снимать, и постоянно пахтел в микрофоны. Так это или нет, это легенда. Но то, что действительно он вмешивался в процесс съемок, это факт. И в результате режиссер даже был вынужден оставить свое место, не досняв фильм до конца. То есть, в конце концов, Кинг Видор ушел с позиции режиссера, правда, уже отсняв большую часть ленты. Итак, колоссальные затраты. 8 миллионов еще старых американских долларов. Это, конечно, сумасшедшая по тем временам совершенно сумма. Огромные затраты на рекламу. Блестящие актеры, композиторы, режиссер. Замечательный, надо сказать, сценарий, за который отвечал Нивен Буш, прекрасный и писатель, и сценарист. В том числе он работал над сценарием фильма «Один». Он был одним из сценаристов фильма «Почтальон всегда звонит дважды». Для сценария он использовал свой роман «Дуэль под солнцем» 1944 года. Так что и подоплека была художественная, литературная подоплека, очень серьезная. Фильм должен был выстрелить, фильм должен был стать главным событием не только года, но и десятилетия, а то и вообще мирового кинематографа. Но что-то пошло не так. Нельзя сказать, что фильм провалился в прокате. Нет. Он окупился, он даже принес небольшую прибыль, но, конечно, это было совсем не то, что ожидал Селзник. Затраченных усилий было куда больше, чем полученных результатов. Критики написали о том, что фильм в целом неплох, картинка яркая, действие довольно динамичное, но нет целостности. Фильм распадается на разрозненные кадры. Возможно, это именно из-за вот этой невозможности Селзника сработаться с режиссером, из-за его желания руководить всем процессом. Но тогда возникает вопрос, почему же раньше это не мешало? Это не мешало ни в «Унесенных ветром», ни в «Кинг-Конге», ни в «Ребекке», а здесь вдруг стало камнем преткновения. Так что нет, наверное, это не из-за проблем на съемочной площадке, потому что они были всегда, и фильмы удавались. К актерам тоже не может быть никаких претензий, они сыграли блестяще. И даже, казалось бы, да, можно было сказать, ну вот он взял свою жену на главную женскую роль, наверное, она... Нет, она блестяще сыграла. Это великолепная роль очень хорошей актрисы. Тогда что же? Что же пошло не так? Мне кажется, что, возможно, фильм появился не совсем вовремя. 46-й год. Интерес к ковбойским лентам с одной стороны, да, вот к первой волне угасает, а вторая волна еще не пришла. Это потом, когда Сержа Леоне будет снимать свои спагетти-вестерны, когда появится великолепная «семерка» в самом США. Вот тогда придет вторая волна интереса к вестернам. Зрителю просто, мне кажется, вот стало не это интересно. Не в прошлое американское смотреть, а в будущее. Надеяться на что-то светлое. Ведь скоро, очень скоро Америка совершит колоссальный рывок вперед. Рывок во всех сферах. И в экономическом плане, да, благодаря Второй мировой войне экономика Америки сможет выйти из кризиса. И в плане изменений гендерных ролей, когда роль женщины очень сильно возрастет, да, поменяется вообще уклад жизни. И Америка готовится сейчас к этому броску. И вот мне кажется, что проблема этого фильма именно в том, что он использовал ретроспективу, да, взгляд назад в то время, когда смотреть назад зрителям не хотелось. Хотя темы, которые затрагивает этот фильм, это темы, связанные с будущим, в том числе, да, и новая роль женщины, которая в этом фильме, безусловно, есть. Но, так или иначе, фильм стал, пусть и не провалом, но восьмое место по кассовым сборам. Это, конечно, совсем не то, что хотел Селзник. Более того, у фильма трагическая и современная судьба. Очень большое количество лент были провальными в момент выхода. Их разносили в пух и прах критики. Они не просто проваливались в прокате, а банкротили компаний, которые их снимали, ломали карьеры и актеров, и режиссеров, но через несколько десятилетий становились культовыми. Таких примеров много. Фильм «Дуэль под солнцем» не стал культовым до сих пор. До сих пор очень мало кто видел этот фильм, мало кто слышал об этом фильме. И если этот фильм как-то упоминается современными критиками кино, то как пример вот такого большого провала, когда очень много было ожиданий, огромное количество задействованных и средств, и человеческого ресурса, времени, сил, блистательные и актеры, и вся съемочная бригада, великий совершенно продюсер и совершенно не то, что ожидалось на выходе. Так что обычно в таком контексте этот фильм упоминается. Что обидно, потому что фильм очень хорош. Он хорош и какими-то своими неожиданными находками, в том числе и для жанра вестерна, и блестящими актерами. И в целом, мне кажется, это фильм, конечно, совершенно иного уровня, чем большинство лент, которые снимались в то время. Совершенно фантастический по мастерству фильм, как он сделан, как он снят. Так что даже вот с этой точки зрения он вызывает огромный интерес. Не зря в своей истории американского кинематографа Мартин Скорсезе вспоминает о том, что этот фильм был первым фильмом, который он видел. Давайте посмотрим этот небольшой отрывок. Я тогда бредил двоя странами. И хотя обычно на них водил меня мой отец, на этот раз меня повела мама. Фильм был осужден церковью, она крестила его страстью в пыли, так что думаю, мама воспользовалась мною как прикрытием, чтобы спокойно пойти в кино. Фильм Кинга Видера. Поединок под солнцем. Я был загипнотизирован уже с начальных титров. Яркие пятна бешено-вибрюрующего света, выстрелы, беспощадный напор музыки, обжигающий солнце. Не прикрытая сексуальность. Дженнифер Джонс играла служанку Метиску, а Грегори Пек – негодяя, безжалостного сына хозяина ранчо, который соблазнил ее. Мне, ребенку, это казалось полной загадкой, как могла героиня влюбиться в негодяя. Захватывающий фильм. Одновременно пугающий. Похоть в пыли. Именно так действительно называли многие критики того времени этот фильм. Lost in the Dust. Ну, похоти, понятно, да, в современном понимании этого слова там никакой нет, но страсть, причем страсть, которая больше жизни, это страсть, с которой нельзя жить, но можно умереть. Конечно, для того времени это был фильм шокирующий, очень откровенный и скандальный. Не будем забывать, что, во-первых, это пуританское время, еще пуританская Америка, 1946 год. Во-вторых, действует кодекс Хейза. И в фильме показана сцена изнасилования, что вообще немыслимо для ленты кодекса Хейза. И мне кажется, что вот для современного уже понимания этого фильма вот эта заложенная в нем безумная страсть, страсть под раскаленным солнцем, это дуэль не только двух мужчин за женщину, но и дуэль между мужчиной и женщиной. Любовная дуэль, раскаленная, жаркая, страстная, не находящая себе выхода, кроме как смерти. Вот это, наверное, и является тем нервом фильма, благодаря которому он актуален и интересен и сейчас. Что ж, давайте посмотрим эту ленту и составим себе о ней впечатление. Ну, а мы с вами встретимся в среду, ровно через неделю, в доме Гоголя.